Девушки отдыхают Сегодня 6 сентября 2018 года Мы снова в отпуске И снова в Европе Сменили уже вид транспорта на автомобиль Потому как добирались до хорватской пулы на аэроплане Погодка прекрасная, градусу 27 сказали Про воду ничего не знаем Будем надеяться, что температура хорошая И в данный момент мы едем по платной дороге В сторону нашего отеля Который располагается вблизи города Борич И спустя примерно час Этот форт Фокус домчал нас до отеля Лагуна Истра Мы уже были в Хорватии в 2016 году Курортное местечко под названием Зеленая Лагуна Нам понравилось И посовещавшись, решили снова сюда вернуться Учитывая, что это север страны Купальный сезон тут заканчивается раньше Нам повезло с погодой Покупались, уволил Купальный сезон тут заканчивается Купальный сезон тут заканчивается КОНЕЦ К завершению сезона группа отелей силами анимации приглашенных артистов организовала яркое шоу с шикарным салютом в конце. Салют на самом деле был впечатляющий. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как в прошлый раз мы игнорировали его посещение, то сейчас решили исправиться и наведались сюда в 11 дней. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ Это, видимо, старинная забава, доступна всем желающим. За небольшую плату тебе дается три попытки, три камня, чтобы искупать товарища почки. Все это действие на главной площади старого города. Меня смутила реальная возможность случайно залететь кирпичом в него, а не в круг. А видишь, кто попал-то? КОНЕЦ 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 Из Хорватии наш путь лежал в Австрию. На озеро Ассиахерзее. Поскольку на нашем маршруте Любляна, решили познакомиться с городом. КОНЕЦ КОНЕЦ и Словении нам хватит и забронировали апартаменты в пешей доступности до центра. Тишина, зелень вокруг, парковка на закрытой территории. А вечером я с балкона, как с вип-трибуны, посмотрел игру ребят 10-12 лет в каком-то турнире. Играли, кстати, классно. Мы третий раз в Словении, а до Любляны только-только добрались. Столица. Жарень, конечно, сегодня, не скажу, что сентябрь. Несмотря на компактные размеры, в Любляне есть что посмотреть. Но нашей основной целью была одна достопримечательность – тройной мост, напоминающий веер. Он исходит из одной точки, а на другом берегу соединяется с тремя разными местами. Драконы Драконы один из символов любля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А зачем мудрить, если понравилось? И потом, в любом случае, мы в каждой поездке стараемся посещать новые города. ДимаTorzok Здесь мы поселились в отеле Егерхоф, которым, по-видимому, владеет венгерская диаспора. Уж больно много машин с венгерскими номерами. Ну а озеро нас снова не подвело. Погода и водичка, что надо. ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пляж забит. Ну просто негде приткнуться. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как водичка? Хорошая. Не скажут, что сентябрь. Да. Середина практически. Сентября. ДимаTorzok 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 В качестве культурной программы в Австрии запланирован визит в Зальцбург на родину Моцарта. ДимаTorzok 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 Ребята, в общем, приехали в Зальцбург и посмотрите на нашу одежду повнимательнее, как одеты и мы, а как одеты все вокруг. У нас-то Италия почти. А тут уже осень наступила, неожиданно, через 200 километров. Запарковались на очень необычной парковке, в бывшем бункере в скале, зато почти в центре. Ну что сказать, облажались, так облажались. Хорошо, хоть ливня нет. А нам холод нипочем. Поначалу была мысль развернуться и уехать. Но потом приноровились, стали греться в магазинчиках и успокоились. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. На третьем этаже этого дома, номер 9, на улице Гейтергассе, 27 января 1756 года, родился Вольфганг Амадей Моцарт. Будущий музыкант-виртуоз и великий композитор. Посмотрите, какая система звонков. Дергаешь за веревочку, и через вот эти рычажочки все подается на верхние этажи. Моцарт-виртуоз и великий композитор. Моцарт-виртуоз и великий композитор. Моцар-классаж 오늘 великий композитор. Субтитры создавал DimaTorzok Погода, к счастью, наладилась. Дождь прекратился и начало проглядывать солнышко. Прогулка по улицам уже не напрягала. Проверка пожарных гидрантов. По-австрийски. А у Михи сегодня день рождения. С днем рождения, сын. В дом на Маккарт-Плац семья великого композитора переехала в 1773 году. Здесь Моцарт жил до 25 лет. И именно здесь были написаны многие великие произведения. Халай махалай. Такое ощущение, что сейчас мы встретим немецкий патруль. И очень солдатный. Парелаксировали еще немного в Анненхайме и снова в путь. В Италию. В предместе Вероны на самое большое итальянское озеро Горда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы остановились в Бордолино. Небольшом городке на берегу. В маленьком двухзвездочном отеле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые поселения здесь датируются древней речкой. Движнская daunting Assaran. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже в те годы город сумел получить широкую известность среди других регионов, как местность, где производят вкусные вино, которой славили знатные деятели и правители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА считаются эталоном качества с давних пор гарда излюбленное место отдыха самих итальянцев местные курорты считаются элитными поэтому здесь можно встретить кого-нибудь из знаменитостей мирового масштаба суда наведываются на собственную виллу брэд питт с супругой знаменитый гонщик формулы 1 себастьян февтель неподалеку обосновался ритти мартин прежние времена здесь отдыхали йотэ оскар уалт кавка и многие другие мы правда никого из звезд не встретили ну и не особо-то хотелось музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Всего в нескольких километрах от Бордолина расположен городок с таким же, как у озера именем Гарда. Чем он примечателен? Да такое же курортное место. Виды, правда, из-за соседних скал шикарные. Субтитры сделал DimaTorzok Стоит сказать пару слов о местных пляжах. Почти все они галечные. Тот, который у нас в Бордолина, не понравился. Показался каким-то маленьким и неудобным. А вот тут, в Гарде, пляж приглянулся. Большой, просторный и демократичный. Правда, от нас далековато. Тем временем, это были последние деньки отпуска. Пора домой. По пути остановились на денек под Венецией. Наведали Аутлет. А затем снова в Хорватию, где шикарная погода опять позволила поплескаться в чистом Адриатическом море. Телепассно. 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 В заключительный день проехали оставшиеся до аэропорта 60 километров. Сдали автомобиль и теперь можно подвести некоторые итоги этого путешествия. Итак, накатали за две недели по четырем странам почти 1800 километров. Покупались в море и двух больших озерах. Погода почти всегда баловала. Так что отпуск удался. А сейчас на посадку. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok